Её выпускники всегда сдают с высокими баллами, несмотря на то, что это классы с якутским языком обучения. Детей готовить к хорошим результатам нужно с пятого класса. С пятого класса взяли, потому что это основа основ. Все арфограммы, все пунктограммы. У неё очень такой хороший характер. Она красивая, добрая, умная, восхитительная. Я всегда, когда дети маленькие были, считала, что в воскресенье должно в доме пахнуть пирогами, пирожки. В общем, на первом месте, конечно, я всё-таки ставила семью. Мне кажется, идеальный учитель должен быть таким, как Татьяна Власевна. Здравствуйте! Я, Сергеева Татьяна Власевна, учитель русского языка и литературы, среднеобщеобразовательная школа номер один, города Якутска. Так, здравствуйте, ребята. Садимся. Так, начинаем наш урок, семинар. И мы обращаемся к 26-му заданию. Посмотрим, как у нас выглядит рецензия. Учитель – это призвание. Учитель – это профессионал, друг и вечный двигатель. Сергеева Татьяна Власевна уже на протяжении 34-х лет отдаёт своё сердце детям. Для неё это не просто профессия, а целая жизнь. В каждого ребёнка, в каждый проект она вкладывает всю душу. Но давайте сначала узнаем, с чего всё начиналось. Татьяна Власевна, расскажите, почему вы выбрали именно профессию учителя и почему поступили на филологический факультет? Ну, я счастливый человек в том плане, что меня всегда окружали хорошие, умные, образованные люди. И в том числе и мой учитель по русскому языку – это Боярова Мария Поликарповна. Хотелось быть похожей на неё. И когда в старших классах встал вопрос, куда поступать, то я выбрала филологический факультет, закончила ЕГУ – историко-филологический факультет русской отделения. Свою учительскую деятельность она начала со средней школы номер 3. Первых своих учеников она запомнила навсегда. У меня были четвероклассники. Их было очень много. Как сейчас помню, да, это 34 человека в классе были. Я запомнила таких хулиганов. Обычно я запоминаю такие, потому что очень много было времени потрачено на этих учеников. И вот они очень были такие смешные, такие забавные. И, ну, хулиганили много. Я их запомнила на всю жизнь. Через несколько лет Татьяна Власевна перешла в 15-ю школу. И там отработала долгое время. После учила детей в 35-й. И вот уже 12 лет работает в первой школе Якутска. Я как директор, как руководитель очень рада, что в наш коллектив пришла Татьяна Власевна. И действительно каждый человек, каждый педагог, он отражает вот такую волну своего профессионализма, своей компетентности на весь коллектив. За многолетний добросовестный и результативный труд она имеет множество наград. Недавно ей вручили номинацию «Учитель года Северо-Восточного федерального университета 2022». Ее выпускники показали высокие результаты по сдаче единого государственного экзамена. Свои успехи она измеряет успехами учеников. Благодарна своим выпускникам, которые очень хорошо сдали ЭГИ по-русскому стопроцентной успеваемостью, стопроцентным качеством. Это значит все на 4,5. Половина класса сдали больше, выше 80 баллов. И трое из них выше 90. И поступили в желаемый ВУЗ. Я очень этому рада. И 40% выпускников выбрались в УФУ. В разные годы ученики Татьяны Власевны сдавали экзамен на 100 баллов. Первый в 2015 году и два выпускника в 2017. По ее словам, детей готовить к хорошим результатам нужно с 5 класса, чтобы потом в 10-11 классах только повторять все правила. Ведь все самые основные орфограммы, пунктограммы изучаются именно в 5 классе. Я сразу показываю задания, которые должны быть. То есть, когда они приходят в 10 классе, они уже знают, как это выглядит тест. Потому что проходим тему, я говорю, вот так проходит, спрашивают на ИГЕ. И постоянный контроль. Но я скажу, что при успешной сдаче нужны три составляющие. Это мотивированный ученик, это компетентный учитель и, конечно же, родитель-помощник. Только когда такая триада есть, когда они втроем заинтересованы в результате, то получается очень хороший результат. Почему? Потому что родители, это наши самые помощники, это зависит от воспитания ребенка. Человек становится ответственным. Как за все годы вообще изменилась методика обучения в школах? Нравится ли вам она? Конечно, наука шагнула вперед. У нас очень много сейчас появилось современных технологий. Конечно, мне надо полностью отбрасывать классическое традиционное обучение, образование. Тоже там есть свои плюсы, есть свои минусы. Но дети сейчас стали другими. Я стараюсь работать таким образом, чтобы соответствовать детям, разговаривать на их языке. Также в копилке достижений у Татьяны Сергеевой есть знак отличника образования республики, почетного работника просвещения России. Она является победителем народной премии «Гордость Якутии» и конкурса «Учитель изящной словесности». Конечно, для каждого учителя лучшая награда – это когда ученики благодарны. И они достигают каких-то успехов, вершин. Но, конечно, для каждого учителя любая награда окрыляет каждого человека. Но я хотела бы сказать, что самая моя большая награда – это вот «Оскар». Я получила это от родителей в прошлом году, когда они закончили девятый класс. Я хочу сказать, когда я взяла свой класс, это был очень сложный класс. Очень сложный. И когда они сказали слова благодарности, слова признательности и дали этот «Оскар», я поняла, что я победила. И поэтому она мне очень дорога. Татьяна Власевна рассказывает, что признание заслуг, кропотливой, трудоемкой работы дает стимул дальше двигаться и покалять вершины с новой энергией и с новыми силами. Как классные руководители, ее воспитанники отличаются активной жизненной позицией и отличной успеваемостью. Ученики отзываются о своем учителе с теплотой и благодарностью. Мне кажется, идеальный учитель должен быть таким, как Татьяна Власевна. Потому что ей каким-то волшебным образом удается объединить в себе все положительные качества педагога. Это и доброта, и понимание, при этом строгость, когда нужно. И она подает материал каким-то, вот правда, волшебным образом, что понимают абсолютно все. И то, как она относится к своему классу, то, как волнуется. Она действительно для нас как вторая мама, а мы и вторая семья. За всеми успехами, достижениями и трудоемкой работой стоит прежде всего семья. Это теплые отношения и колоссальная поддержка близких. Татьяна Власевна познакомила нас со своими родными. Если рассказывать о нашей семье, то у нас двое детей, сын и дочка. У дочки трое детей, она у нас многодетная мама, у сына одна дочка. И мы с Григорием Михайловичем счастливые бабушка и дедушка четырех внуков. Мы познакомились на студенческой свадьбе. Это была наша первая свадьба нашего курса. Я была гостью со стороны невесты, а он был гостем со стороны жениха. На свадьбе я Татьяну Власевну видел. И она такая шустрая, веселая. Я сразу заметил и, можно сказать, заинтересовался. Супруг Григорий Михайлович тоже учитель. Он преподает уроки технологии в 26-й школе Якутска. Поэтому вдвоем признаются, что здорово, когда в семье муж и жена работают в одной сфере. Конечно же, здесь плюсы есть. Почему? Потому что муж знает, какая работа тяжелая, и он во всем не помогает. И вот все мои победы, все мои эти, они состоялись благодаря помощи и поддержке мужа. Муж у меня главный человек в семье, всем заведует. Нет. Интересно, но факт. У семьи Сергеевых учительская династия. С двух сторон мама учителя якутского языка. Но самое интересное, что у истоков стоит купец-меценат Кривошапкин Николай Осипович. Он в свое время сделал много для образования в республике. Сейчас его имя носит 5-я школа Якутска. Григорий и Татьяна рука об руку 38 лет. В их семье ценят традиции и уважение друг к другу. Всей большой дружной компанией часто собираются на праздниках. 23 февраля дети приходят поздравлять дедушку. День матери приходит по сюрпризам. Не ожидаю, сижу, работаю, дверь открывается и врывается счастье. Бабушка и дедушка активно участвуют в воспитании своих внуков. Татьяна Власевна уделяет особое внимание их образованию и помогает готовиться к экзаменам. Она не только для меня бабушка, но и, можно сказать, репетитор-учитель. Каждое лето, каждые выходные мы собираемся тут, чтобы подготовиться к экзаменам. Благодаря ей и ее знаниям я ОГЕ написал на 5 по-русскому. По итоговому сочинению по литературе, это допуск ЕГЕ, я набрал 5 зачетов из 5 возможных. Ну и теперь мы готовимся к ЕГЕ, чтобы написать на максимально возможные баллы. Ну, конечно, мне очень повезло, что у меня такая бабушка. И не могу даже словами как-нибудь описать свою любовь к ней. Важную роль в воспитании и становлении ребенка как личности играет прежде всего учитель. От его подходов и методов зависит качество обучения. Татьяна Власевна имеет колоссальный опыт работы. Она через свои уроки дает понимать ребятам, что духовная жизнь человека может быть по-настоящему богатой только в тесной связи ее с литературой и искусством. У нее очень популярны уроки мастерские. Она учит нас моральным принципам, рассказывает о том, что такое доброта, что такое дружба. Но на самом деле, да, это такие базовые вещи, но они важны для каждого из нас, потому что это формирование личности. Она действительно помогает нам с будущим, помогает определиться, помогает найти себя. Учитель очень хороший, потому что мы иногда проводим классные мастерские, мы там трагиваем интересные темы, многие темы, и еще мы проводим некоторые конкурсы. Иногда мы участвуем в театральном кружке, к примеру, как Яролаш. В 2016 году Татьяна провела авторский семинар и выпустила книгу «Арт-педагогика учителя-словесника». В этой книге есть все уроки мастерские, которые так сильно любят дети. А это благодаря особенному подходу в обучении. В наше кризисное время, я думаю, нужно обратиться к духовности, нравственным ориентирам. Почему? Потому что не только обращать внимание только на образование, а иногда нужно детям давать такие уроки, чтобы там была личностная позиция, чтобы они умели анализировать свои мысли, читать, вдумчиво. И поэтому я обратилась к арт-педагогике. Арт-педагогика — это воспитание искусством. Ребенок на этих творческих мастерских умеет спорить, умеет вдумчиво читать, анализировать свои мысли. Когда участвует очень много на уроках мастерских, они очень хорошо пишут сочинения ЭГЕ. Потому что на первом же этапе урока мы спрашиваем, какие проблемы, какая проблематика. И у нас есть фишбон, фиш — это рыба, да, вот рыба, и там плавники сверху. И до четырех проблем может быть. И когда мы уходим в конце урока, внизу плавники, какие выходы мы видим из этой проблемы. Таким образом, Татьяна Власевна своими авторскими методами помогает школьникам понять и вникнуть в такие сложные предметы, как русский язык и литература. В целом, работа учителя — сложный и незримый труд. Любовь к детям, к своему предмету, окрыляет и вдохновляет ее. Роль педагога в наше время велика, как никогда. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И это неспроста. Миссия года — развить творческий и профессиональный потенциал учителей и повысить социальный престиж профессии. Такие учителя, как Татьяна Сергеева, являются примером для многих молодых специалистов и гордостью Якутии.